Возвращаемся к жуткому происшествию в Гудаури. Там, на горнолыжном курорте, сломалась канатная дорога. Она стала неуправляемой. Туристам приходилось самим спрыгивать с большой высоты. Кресла скатывались по канатной дороге, врезались друг в друга. Некоторых просто выбрасывало из них на большой скорости. В соцсетях пишут, что пострадавшие получили серьезные травмы, в частности переломы ног. Очевидцы даже говорят о том, что есть погибший. Но это еще не подтвержденная информация. По некоторым данным, причина происшествия в сбое автоматики. Очевидцы уже делятся эмоциями в соцсетях. Ребят, смотрите, только что, буквально полчаса назад, произошла история. Это верхний подъемник в Гудаури на черной трассе. Он сейчас полностью включил реверс, обратно поехал. Смотрите, там полностью вся база побитая. Дофигища людей госпитализировали. Не знаю, есть ли жертвы или нет. Сейчас людей снимают вот так вот с подъемников, смотрите. Вот так вот спасает их. Вон, смотрите, что случилось. С самой станцией она вся разбита. И там была куча людей. Скорая позабирали уже многих. Вот я только что сюда доехал. Сейчас будет последнего спасать с этой креселки. И вот там все креселки, они сейчас еще находятся с людьми. Они на большой высоте. Сейчас доползают туда спасатели. И будут их спасать вот таким вот образом. Как минимум 15 человек серьезно пострадали. По данным некоторых очевидцев, есть и погибшие. Но подтверждения этой информации официальной пока еще нет. Нам удалось связаться с очевидцем. Он на прямой связи с нами. Федор, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как все было? И где вы находились в момент происшествия? Добрый день. Я спускался на этом подъемнике с горы. Потому что, ну, как бы навыков катания еще не хватает. Я решил не рисковать и спуститься с этой горы вниз. Проехал 4 пролета. Погибник остановился. И начал двигаться в обратном направлении. То есть я спиной назад, соответственно, двигался вниз по направлению к вершине. Скорость была значительно выше, чем это допущено при подъеме и при спуске. Поэтому не знаю, каким чудом мне удалось удержаться в кресле и не вылететь в пропасть. Но меня развернул на 90 градусов на этом кресле. И вернул в сторону по направлению подъема. И 2,5 часа я провисел, соответственно, на этом подъемнике, ожидая помощи спасателей. А подъемник проходит над пропастью? Да. Да. Но это наверху. То есть это всем ребятам, которые оказались наверху, посередине им все повезло. Самый основной трагический момент, то есть это как вот, я не знаю даже сказать, жутко жалко людей. Ребят внизу на креслах замяло. То есть просто их выкидывало в кресле, их заминало, их сминало с другими креслами. То есть там кто-то успевал вспрыгивать, кто не успевал вспрыгивать. Пострадали как раз вот именно уже на повороте. То есть это жуткое зрелище было. Федор, некоторые СМИ вышли с объявлением, что есть и погибшие. Вы обладаете такой информацией? Вы можете подтверждать? Не могу сказать по поводу того, что есть погибшие, но исходя из того, что погибших нет, но сильно травмированные люди. С переломом позвоночников, я думаю, вполне. Потому что действительно были такие... Да, то есть там людей просто плющило между этими креслами, между этими креслами. Очень кошмар какой-то. А предварительное количество пострадавших вам известно? Это больше? 11 человек пока, насколько мы знаем. 10? 11. 11. А куда отправили пострадавших, вы не знаете? Может быть, там на местности есть какие-то источники? Спасатели, спасательные службы сработали очень оперативно и всех начали разводить в местные больницы. То есть прям очень все оперативно было выполнено со стороны спасателей. И очень оперативно были осуществлены спасательные мероприятия по пушку, затрявших на подъемнике. И действительно службы экстренного реагирования в Грузии отличаются как раз-таки высокой степенью активности. Скажите, пожалуйста, объяснение официальное какое-то было со стороны руководства, может быть, именно горнолыжного курорта? Вы знаете, я прогонсостояние, потому что я не обращался еще никому за разъяснением вообще ситуации. А сейчас там спуски работают, тот, который был сломан, и все остальные? Нет, конечно, что вы. Там большое количество самих этих кресел было замято между высотой. Я думаю, что этот подъемник... Да, минимум восемь. Я думаю, что этот подъемник еще долгое время не будет работать. Спасибо большое. На прямой связи с нами был очевидец происшествия в Гудаури, Федор. Это Гудаури, надо сказать, что сравнительно молодой горнолыжный курорт, который находится в Казбекском районе Грузии. Самой главной достопримечательностью остается фрирайд, спуск по целинным полям. К этому располагает глубокий снег, отсутствуют камни на склоне, низкая лавина опасность. Нижняя станция подъемника находится на высоте около 2000 метров, а верхняя больше 3000 метров. Подъемники курорта могут одновременно обслуживать порядка 11 тысяч людей. В описании на сайте курорта говорится, что механизмы включают только по погодным условиям, при очень плохой видимости или сильном ветре. На случай отключения электричества канатные дороги оборудованы аварийными дизелями. Лыжный сезон в Гудаури начинается в декабре и длится до апреля. И подобных инцидентов и происшествий именно на этом горнолыжном курорте зафиксировано до этого момента не было. Будем надеяться, что все пострадавшие получили помощь и поддержку экстренных служб.